Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Не переживай, милое дитя, сейчас мы найдем твою мамочку, тут на полу валяется какая-то записка, необходимо ее прочесть и в ней не сказано ничего хорошего. По всей видимости мамочка решила покончить с собой, сейчас нам нужно быстро ее найти. Миссис Боллс, где же вы? Довольно кстати странная фамилия, но читается она как Боллс, а не Боллс. Не подумайте ничего плохого. Миссис Боллс, Миссис Боллс, вы здесь? Ничего не остается, придется выбить дверь в ванную, зачем она закрылась, блин? Миссис Боллс, Миссис Боллс, слышите меня? Очнитесь! Очнитесь! Придется перетащить ее на кровать, действовать нужно быстро, чтобы мамочка не оставила дочку одну в этом злом мире. Положим ее на кровать и попробуем вылечить. Видимо она совсем недавно порезала себе вены, раз Шелби поспел. Как раз вовремя, еще бы чуть-чуть и Миссис Боллс отправилась бы к братцам. В первую очередь моем руки, хотя делать это не обязательно, но я думаю, с эстетической стороны это делать необходимо. Так, мне нужно это, это и это. В аптечке Шелби вот так вот быстро нашел все нужное. Сразу видно, что он бывший полицейский и знает, что нужно делать, ведь их этому обучает. Я помогу вам, Сьюзан. Все будет хорошо. Я позабочусь. Сейчас мы аккуратно обработаем раны и наложим повязку. Держите, Сьюзан. Сьюзан, вы слышите? Сьюзан, смотрите на меня. Вы слышите? Откройте глаза. Ну, давайте. Так, налепляем два медицинских скотча и дело сделано. Повязка наложена, кровь должна остановиться. Хорошо, что раны не глубокие. Ну, как себя чувствуете? Нормально? Ребенок. Мне надо к дочке. Ну, хорошо. Вы полежите, я позабочусь о ребенке. Ладно? А вы умеете? Справитесь с ребенком? Я детектив. Я умею делать все. Ее зовут Эмили. Ясно. Малышка Эмили, сейчас мы о тебе позаботимся. Что ж, приготовьтесь увидеть в видеоигре такое, чего раньше никто не делал. Сейчас мы будем ухаживать за ребенком. В первую очередь, конечно, нужно отмыть руки от крови. Подойти к Эмили и узнать, из-за чего же она там плачет. Привет, Эмили. Ну? Что тут у нас тряслось? О! Судя по запаху, пора сменить подгузник. Итак, дорогие друзья, жесть. Сейчас мы будем менять подгузники ребенку. Вот такой подарочек припасли нам создатели Хэверэйн. Но это действительно неожиданно и удивляет. В первый раз, такого от видеоигры явно не ожидаешь. Не знаю, с помощью чего сделали анимацию ребенка. Ладно. Возможно, это тоже motion capture. Но что-то я сомневаюсь. Но выглядит там анимация довольно реалистична. Если она сделана вручную, то низкий поклон этот рабочий. Хорошо, с сухой попкой. Но думаю, неплохо. Порадовали мы Эмили. Эй, что такое? Мы же вроде все уладили. Скотт, похоже, ребенок голодный. Сейчас мы ее накормим. Я видел, что на кухне стояла бутылочка. Сначала надо подогреть. Это точно. Ставим вот в такой специальный прибор для подогрева молочка. Ребенку, запомните, ребенку нельзя давать холодное. Всегда нужно чуть-чуть подогретое, иначе ребенок заболеет. Вот так вот Heavy Rain, видеоигра, подготавливает нас к отцовству или к материнству. Не знаю, кто смотрит мои видео. В зависимости от вашего пола, выберите себе стидю матери или отца. И потренируйтесь в Heavy Rain в этой игре. Эмили проголодалась. А? Погоди. Я наклоню бутылочку, чтобы ты не захлебнулась. Ладно? Короче, удивил меня в свое время этот этап. Это глава игры. Такого в видеоиграх лично я еще не видел. Очень неожиданно. И тут начинаешь понимать, как же серьезно отнеслись к своему детищу разработчики. Мы вроде прошли еще не так далеко. А сколько важных тем было поднято. Сколько душераздирающих сцен мы увидели. О, молодец, Эмили. Теперь ты довольна. Да? Так. Теперь я тебя чуть-чуть покачаю, чтобы ты сладко-сладко заснула. Хорошо? Давай. Ну все, дорогие друзья. Миссия выполнена. Эмили уснула. Мы же возвращаемся к ее горе-мамаши. И сейчас Скотт проведет с ней воспитательную беседу. Но она и зальет ему душу. Поэтому я пока что умолкаю. Спасибо, что помогли с дочкой. Я не хотела ее бросать. Я просто отчаялась. Я не могу жить без Джереми. Он был таким славным. Не представляю, кто мог его убить. Вы что же, растите ребенка одна? Разве отец Джереми с вами не живет? Он пропал. Вскоре после Джереми. Я не знаю, что на него нашло. Может, он не вынес удара. С тех пор мы с Эмили остались совсем одни. Я просто больше не могу. Я понимаю. А муж ничего не сказал вам, прежде чем уйти? Не оставил никакой записки? Нет. Не было никаких записок. Только какой-то мобильник. Мобильник? Да. Я нашла телефон в его ящике. Он точно не его, я бы заметила. Пыталась включить, но он не работает. Взглянуть можно? Да, он, он в ящике, в гостиной. Возьмите, если вам нужен. Мне от него уж точно никакого проку. Никто из ваших родных не может помочь? Ну, моя мать. Я бы не хотела просить ее. Мы с ней совсем не ладим. Но, видимо, придется. Берегите себя и Эмили. Да, я обещаю. Озвучка в этой сцене просто потрясающая. Актерам в точности удалось подобрать нужные интонации. Не перестаю удивляться. Прекрасные, просто прекрасные локализации. 1С Мала Чаги. А, по-моему, 1С занимались локализацией. В общем, подарок к этому всему. Телефон. Это как бы бонус после прохождения. Пока, Эмили. Позаботься о маме. Да, Эмили, твоя мама попала в непростую ситуацию. Ее искренне жаль. Но будем надеяться, что она выберется из этого. На этом уровень заканчивается. Спасибо всем за просмотр. И увидимся в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok